Как делишко, ребятишки, с вами Става Эдисон и добро пожаловать в Майнкрафт, точнее в новую версию Майнкрафта 1.10. Кто не знал, то новая версия Майнкрафта вышла совсем недавно, но уже на эту версию появились ребята без модов, то есть рубрика без модов. И сегодня, ребята, на новой версии мы с вами будем призывать настоящих пришельцев, будем добывать их оружие, также, ребята, различные другие фишки. Поэтому я буду рад, если вы влепите большой палец вверх, набираем 3000 лайков, завтра выходит новая серия без модов, ребята, очень просто, я всех вас прошу, я надеюсь, что это не сложно, вам поставить всего лишь один лайк. Также, ребята, подписывайтесь на мой канал, каждый подписчик для меня, как друг, можете рассказать о видео своим друзьям, сделать репост вконтакте и, конечно же, оставить свой комментарий, потому что на самые интересные комментарии я, ребята, буду отвечать. И давайте мы сразу же приступим к самой команде. И знаете, что бы я опять хотел вам сказать, ребята, в описании есть моя ссылочка на страницу вконтакте, заходите, добавляйте меня в друзья, я, конечно, не смогу всех добавить, потому что вконтакте есть лимит, но хотя бы, ребята, добавляйтесь подписчики вконтакте, следите за новостями, я буду рад со всеми вами пообщаться. Поэтому, ребята, ссылочка в описании. А сейчас, ребята, мы выдаем себе командный блок, который выдается с помощью вот такой команды, кто, конечно, не знал, ребята, give собака пи майнкрафт двоеточие командный блок, ребята. Выдаем себе вот так и ставим его, допустим, нет, сюда нет, потому что это все сломает нам, а я это долго нафиг строил. Поэтому, знаете, ребята, давайте мы поставим куда-то вот сюда. Кто не верит, то что, в принципе, ребята, новая версия вышла, в любой момент вы можете зайти в лаунчер, не знаю, на пиратке, не знаю, работает или нет, но официальный лаунчер, ребята, работает. В этом вы видите то, что действительно вышла новая версия 1.10. Я не знаю, почему не майнкрафт 2, а почему 1.10, потом будет 1.11, 1.12, а в конце будет 1.99, только потом, ребята, будет майнкрафт 2, ну или же майнкрафт.100 его ставят. Ну все, ребята, мы ставим вот такую команду и прописываем сюда, ребята, вот эту большущую команду, ссылочка на которой уже находится в описании, заходите, копируйте. Сюда нажимаем всегда активно и нажимаем, ребята, готово. Ждем, пока эта команда вся установится. Также, ребята, вам нужно будет скачать ресурспак, который вот, нажимайте вот сюда на ссылочку и скачивайте. У меня, ребята, он уже установлен, вот, специальный текстурпак на пришельцев. И, в принципе, ребята, все, тут командные блоки, сюда нажимаем, чтобы машина удалилась, потому что, ну, если бы вам уже это надоело, но все же, ребята, мы только сейчас это будем экспериментировать. Поэтому, ребята, давайте посмотрим, что же это такое. Мы установили команду. Сейчас мы, допустим, хотим призвать пришельцев. Мы хотим встретиться, ребята, с неземным разумом. Что нам нужно, ребята? В первую очередь заходим в этот основной сундучок, где у нас находятся все рецепты. Нам понадобится 3 редстоона, 1 лук, 3 кварца и 5 железа. Все это, ребята, мы выкидываем на землю. 1, 2, 3, 4. И смотрите, что у нас спавнится. Спутниковая, мать его, тарелка, которая будет ловить сигнал где-то с космосом. Я не знаю, когда она заработает. Нам сейчас, ребята, нужно ждать. Я не знаю, когда пришельцы прилетят. Когда она там восстановит с ними какой-то сигнал. Я не знаю, может, это будет через секунду, может, это будет через 2 минуты. Поэтому, ребята, ждем, пока наши пришельцы прилетят. А пока они будут лететь, то, ребята, давайте приготовимся с битвами с пришельцами. Потому что мне кажется, что вряд ли пришельцы будут мирными. Что нам, ребята, пригодится? Как вы видите, я уже тут что-то сделал. Я выключу геймод, чтобы показать вам, насколько они сильны. И вообще, можно ли с ними сразиться. Поэтому, ребята, смотрите, что я приготовил. Это можно уже выложить. Все это, ребята, мы одеваем. Берем меч. Берем щит. Ставим его во вторую руку. И также берем яблочки, чтобы просто-напросто кушать и также лечиться. И сейчас, ребята, мы будем ждать, пока наша спутниковая тарелка словит какой-то канал и призовет сюда пришельцев. Вот. Во! Даже не нужно ждать, потому что у меня на экране уже написало то, что... Тарелка засекла... Засекла НЛО! Как видите, ребята, действительно появляется летающая крутая, прям офигенная тарелка, которая стреляет у нас всякими... Аааа! Всякими лазерами! И, в принципе, вы можете также убить вот эту тарелку, но у нее очень много жизни. Но, помимо этого, ребята, она будет спускать на землю всяких... Всяких марсианинов или кто это такой, я не знаю. Но у них очень большой урон, ребята. Как видите, спустя какое-то время, я не знаю, в течение, там, 30 секунд, вылезает каждый новый марсианин или пришелец, ребята, называйте, как угодно. Они наносят очень большой урон. Ну, сама вот эта летающая тарелка, ребята, также наносит не то, что урон, она просто вам дает, ребята, голод. Вы начинаете очень много нуждаться в еде, поэтому, ребята, будьте аккуратны, если просто-напросто не хотите схавать весь холодильник за полминуты. И знаете что, ребята? Что вы полезного... Да устанет, ты такая быстрая охренотень! Что вы полезного можете выбить с этих пришельцев? Умри, умри, умри! Зараза, иди сюда! Чего они такие быстрые? Смотрите, я не могу попасть, твою мать! Стань на месте! Вот, еще один! Как вы заколебали! Знаете, ребята, что вы можете выбить с этих пришельцев? Если вам повезет, то шансом 9% с одного пришельца вы можете выбить вот эту его пушку. Это, ребята, лазерная пушка, лазерный пистолет. Да, 9% то, что вот с этого зеленой какашки выпадет вот эта, ребята, пушка. Будем надеяться, что мы ее сможем получить в этой серии, потому что с этой пушкой я могу, ребята, вам показать новые возможности и что вы можете сделать в Майнкрафте с помощью вот этой пушки. Поэтому, ребята, да иди, стань на месте! Поэтому я хочу убить его и показать, ребята, что с него дропнется, если с него, конечно же, что-то дропнется. И мне кажется, это будет не совсем просто. Иди сюда, зараза, пожалуйста, дай нам свою пушкенцию. Дай нам свою пушкенцию, зеленый, зеленый. Нет, не выпало, я уже... Так, нет, это уже обычный скелет, это уже не марсианин. Так, зомбарь, ты очень миленький, но мы сейчас не тебя рассматриваем, а рассматриваем марсианинов. Так, иди вот сюда, иди сюда, пришелец, иди сюда, иди сюда, иди... Нихрена. Ладно, ребята, знаете что? Я буду тут сидеть и пытаться выбить вот эту пушку. И давайте мы вернемся тогда, когда я ее выбью. Будем надеяться, что это будет хотя бы в ближайшие 5 минут, фиг его знаю. Но давайте я еще вот этого завалю. Не, ничего не выпало, все же 9%, ребята. Я вернусь, когда я ее все же выбью. Нифига не выпадает, просто-напросто нифига. Ладно, будем ждать. Да, 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 наконец-то, наконец-то, выпал нам ригану. Офигеть просто, офигеть просто. Что это такое? Знаете что, давайте мы пока что включим гейммод 1, чтобы просто-напросто вот эта летающая тарелка на нас не обращала внимания. Кстати, ребята, вы также можете убить эту летающую тарелку, но у нее очень много жизней. И что, что произойдёт, когда вы её убьёте? Ничего, вы просто, ребята, справитесь со всеми инопланетянинами, и они больше не будут призываться. Поэтому давайте мы ещё вот этого убьём. Я рассмеюсь нафиг, если нам сейчас выпадет ещё одна... Ой, а это так же можно бить? Я даже не знал. Я не успел договорить то, что я рассмеюсь, если нам выпадет ещё одна рейган-пушка. Твою мать, я полчаса сидел, не мог одну выбить, а тут с первого же выпало. Ладно, ладно, ладно. Это мы нечаянно подвинули, я даже не знал, что это можно двигать. Ну да ладно, ребята, что мы можем сделать с помощью вот этой рейган-пушки? Это, ребята, ну, лазерное оружие, если вот так выражаться. Что мы, ребята, можем позволить себе с помощью вот этого? Это, можно сказать, лук с текстурками. Как видите, он стреляет обычными стрелами. Но вы можете это всё изменить и стрелять не только обычными стрелами, а ещё, ребята, намного лучшими, то есть лучшим оружием. И давайте, ребята, мы сейчас это всё рассмотрим. Я выключу гейммод, чтобы вам на примере показать, что нам сейчас, ребята, нужно сделать. Нам нужно пойти сюда, взять вот этот пошин и взять стрелы, хоть у нас уже, в принципе, и так и так есть много стрел. Потому что с обычных стрел нам... Круто! Офигеть! Значит, тарелка сама может улететь. Ещё с такой анимацией крутой. Ну да ладно, ребята. Круто. Что нам нужно сделать? Нам нужно сделать с обычных стрел специальные пуш... То есть специальные пули какие-то. И давайте мы сейчас это всё рассмотрим. Нам нужно Lingering Potion of Leaping. Это Jump Boost Potion. То есть для прыжков, да, чтобы высоко прыгать. И, в принципе, кто уже знает, чтобы сделать вот это зелье, вам нужно будет очень даже потрудиться. В первую очередь вам нужно будет убить кроликов. Это фигня, потому что, ну, чтобы сделать Jump Boost, вам нужно будет пойти вар, надыбать много ресурсов, чтобы вообще заварить зелье. И также вам даже нужно будет убить дракона, чтобы сделать с обычного зелья, сделать Lingering. Вот это зелье, а это появилось в новых версиях Майнкрафта. Поэтому, ребята, довольно-таки много работы. Но всё же, ребята, когда вы уже наконец-то сделаете вот это зелье, то сейчас, ребята, вы можете позволить себе сделать особенные пули для вот этого лазерного оружия. Нам нужно поставить вот это зелье в середину и также обвести его, ребята, стрелами. Чтобы у нас получились особенные стрелы, которые, ну, если вы их будете стрелять, то они вам, ребята, будут давать Jump Boost. Но нам нужно их переименовать на вот это, Ray Gun Embo. Мы ставим это сюда в наковальню и переименовываем Ray Gun Embo. Вот так. И сейчас, ребята, у нас появились специальные пули для лазерного оружия. То есть вы можете стрелять этими пулями, но, как видите, ничего не происходит. То есть можно сказать, это обычные стрелы, да? Как же, ребята, нам сделать, чтобы эти стрелы всё же работали? Нам нужно взять их, ребята, в левую руку. Мы берём их, также берём лазерное оружие. И сейчас, ребята, когда вы будете стрелять этим лазерным оружием, смотрите, у вас появляется, ребята, эффект. Вот видите, такой эффект зелёных каких-то стрел. Не стрел, а звёздочек, да? Это означает то, что Вася... Ва... 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 Вася! А то, что ваше лазерное оружие всё же, ребята, работает. И оно, если честно, можно сказать, очень даже сильное. К сожалению, я не знаю, куда улетела наша ракета. Я вообще не знал, что это вообще возможно с помощью этой команды. Но она так улетела куда-то обратно в космос. То, что я даже, если честно, офигел. Но всё же, ребята, в любой момент мы же можем заспавнить тех же зомби. Поэтому давайте мы возьмём иички зомби. И... И знаете что, ребята? Хаск. Возьмём иички новых зомби, которые даже не горят на солнце. Кто не знал, это в новой версии Майнкрафта. И вот это Ray Gun оружие, лазерное оружие. Оно очень сильное. Как видите, оно убивает зомби только с одной стрелы. Кто не знает, у зомби 20 жизней, а мы его убиваем с одной стрелы. Это очень даже много. Поэтому знаете что, давайте мы сейчас, ребята, даже можем испытать это всё на Железном Големе. Мы можем попробовать его убить и посмотрим, сколько выстрелов это у нас займёт. Давайте заспавним Голема и давайте посмотрим. У него 100 жизней, кто не знал. Один выстрел. Два выстрела. Три выстрела. Четыре выстрела. Пять выстрелов. По 20 урона. Каждый ваш выстрел наносит 20 урона. Нормально, ребята. Нормально. В принципе, это, ребята, всё наше оружие. Но это ещё не всё, ребята. Это ещё не всё. Кстати, я вам не показал то, что с помощью... Да, хотел взять нам всё же. То, что с помощью Железного Топора, если вы выкинете на вот эту спутниковую тарелку, которую призывает НЛО, то она, ребята, пропадёт. Давайте мы посмотрим, что мы ещё можем сделать с помощью вот этого Рейгана. Лазерного оружия. Нам понадобится одно лазерное оружие. Нам понадобится один раздатчик и один щит. Всё это мы выкидываем на землю. Вот так. И смотрите, ребята, что у нас появляется. У нас появляется защитное поле. Пушка, которая стреляет специальными щитами, которые даже подсвечиваются. И вы можете просто сделать миллион таких пушек в радиусе вашего дома, вокруг вашего дома. И просто защищаться от любой угрозы. Зомбиапокалипсис. Напасть демонов на планету. Хоть что, ребята. Эти пушки будут вас защищать. Потому что любой, кто станет перед этой пушкой, поджарит себе задницу громом и молнией. Да, потому что, ребята, любой, кто будет стоять перед этим защитным щитом, в него будет бить, ребята, молния. И это очень даже круто. Давайте мы, ребята, сразу же сделаем то, чтобы разворачивать вот это. То есть, если мы выкинем на землю одну палочку и два железа, мы, ребята, сделаем себе гаечный ключ. Если мы будем это выкидывать на вот эту турель, да, можно так называть, то, ребята, она будет разворачиваться. Но, как видите, она даже блоки фигачит. Вот такой у нее радиус. То есть, она доходит, ребята, до сюда. Вот. То есть, вы можете, ребята, посчитать, сколько тут блоков. Где-то 15 блоков. Но все же, ребята, это отличная оборона. Потому что, смотрите, если мы заспамим сюда зомби. Вот, смотрите, давайте мы заспамим тут кучу зомби. То, как видите, всех зомби, которые находятся на пути вот этого защитного щита, будет бить молния. И это, ребята, офигеть как круто. Это офигеть как круто. И также, ребята, кто не знал, с помощью вот этой молнии, вы можете, ребята, даже спамнить криперов. Которых будет фигачить молния перед этим щитом. И также вы будете заряжать даже вот этого, ребята, крипера. То есть, это будет уже заряженный крипер. Вы также можете установить вот эту команду на свой сервер и добывать, допустим, башку с крипера. Потому что, если заряженный крипер зовет обычного, то с него выпадет башка крипера. Вот она, ребята. Поэтому это очень даже полезная команда. Да, ребята, на этом мы будем заканчивать. Я надеюсь, что вам понравилась эта серия, ребята. Ставьте большущий палец вверх. Наберем 3000 лайков. Я завтра же выпущу новую серию без модов. Если вам нравится вот эта рубрика, ребята. Очень просто поставить один лайк. Также подписывайтесь на мой канал, потому что каждый подписчик для меня как друг, ребята. Ой, стукнул случайно. Также, ребята, делитесь всем видео со своими друзьями. Делайте репост вконтакте. И, конечно же, ребята, пишите свои комментарии. Я читаю все ваши комментарии. И на самые интересные я буду отвечать. Да, ребята, приходите на мой канал каждый день. Потому что сейчас у многих уже каникул. Ребята, всех вас поздравляю. Надеюсь, что вы отдохнете очень круто в течение этих трех месяцев. Приходите на мой канал, ребята, каждый день. Не забывайте о Эдисоне, потому что я каждый день выпускаю новое видео. Я каждый день буду вас ждать, ребята. Приходите. Мне всегда будет это очень приятно. Я еще раз вам скажу большое спасибо за просмотр. Всем удачи и всем пока.